СМЕРЬТЬ ХВОСТАТЫ Времени у меня мало Вскроем и посмотрим Потому что выяснилось, что Крыски мои любят темноту При сети боятся ходить на ловушке Это не надо О! Переходничок Для Для Хм Только нахер вам нужен Переходник Из плоской вилки в плоскую Или наоборот Из круглой плоской в плоскую Короче, беспонтовая штука Она не пригодится Тут болтает, смотри Короче Вот такой аппарат Я сегодня буду обозревать Совсем чуть-чуть Вот так Там все Я надеюсь все видно Посмотрим Чтобы фокусировка была получше Паузу поставить, почитать Дом Камера 1800 О! 1080 Производитель Это типа Как Xiaomi Но китайцы Ну типа Почти Xiaomi Но это не Xiaomi Это YI Производитель YI Дом Камера 1080p Она у нас Имеет Так Угол обзора 112 градусов Так Motion Трекинг То есть она Должна писать По движению Night Vision То есть по периметру У него У камеры Есть Инфракрасная подсветочка Так Baby Crying Detection А Ну это Когда ребенок Типа она включается И передает информацию Вот И она еще управляется Вверх-вниз Лево-право И приложение удаленное Я так понимаю Что Поэтому Какой код К маленькому Наверное приложение Это можно Скачать Да Вот Приложение На него навести На телефон Чтоб попасть на приложение Для управления Этой камерой И так И так Что у нас Внутри Книжечка Книжечка Так Английский язык Есть Русского Нету Наверное Нет Тут есть Что-то Чуть-чуть по-русски Промелькнуло Значит где-то Есть еще и русский язык В конце Что-то было По-русски Значит Должна же быть Инструкция Ну в принципе По-английски Есть все что Отберемся Так Рекламка Рекламка Экшн камеры Нам Неинтересно Гарантия Какая-то Это все Мелочи Нас сейчас Неинтересно Тынчик Так Сама Камера Хвостик Micro USB Как бы Что раскрывать смысла нет Так Понятно Адаптер Евровилочкой Но Китай за счет Положил Туда Переходник 5 Вольт 1 Ампер Все стандартное Так Это Я так понимаю Это Для крепежа на потолок Или на стенку Куда угодно То есть Мелой Эту Крепится К стене Площадочка А Эта Штучка должна Как-то туда Втыкаться И Поворачиваться Да Ну типа Надо уже закрепить Там все понятно Все прозрачно Так Это у нас тут все болтается Ну удаляется Потому что Внутри стоят Моторы Которые Эту камеру Вращают Через Приложение Значит Сзади Видно Не видно было Перезагрузка Питание И карточка MicroSD Есть микрофон Вот Вот Ну Смотреть как бы особо Я тут не вижу Такого Это дело все Надо сразу испытывать Ну вот Это дело все Особо интересно Ничего не покажешь Поэтому После После щелчка Я с ней разберусь Скачаю приложение Попробую это делать и настроить И Показать вам Как это работает В реальной съемке В поместенном помещении И реальной съемке В светлом помещении Вот как она Работает На Как Управление Телефон Она же еще У нас управление Туда сюда Работает через интернет Ну и так далее С ней разберусь И все Свои Мнения Надеюсь Объективные Вам расскажу Ничего больше Про него рассказывать сейчас не буду Поэтому Встретимся Скоро С вами Опять Ну что Попробую подключить камеру Онлайн Я Немножко Дома потренировался Но Попробую это сделать На работе В рабочих условиях Вот У нас камера Приложение Я уже установил Ставить Это очень легко Здесь есть QR-код Ссылка на приложение То есть Мы берем Телефон Включаем В телефоне Камеру Наводим На QR-код Назадим на Наводим На QR-код Наводим Здесь у меня появляется Просмотр сведений Нажимаю кнопку Просмотр Сведений сведения и появляется ссылка на закачку приложения. Нажимаем на эту ссылку, открыть ссылку, нажимаем download, выбираем play market и установим. Я уже установил, поэтому ставить я не буду. Предварительно надо поставить. Естественно, надо потом зарегистрироваться, создать аккаунт для этой камеры. Это все делается легко, поэтому не буду заострять внимание. Больше в этой книжке ничего интересного нет. Дальше все интуитивно понятно. Подключаем камеру. А, флешку я не вставил. 5 секунд. Вставить флешку. Вот у меня 128 гигабайт. Он ее схавал без проблем. Втыкнули. Подключаем питание. У меня настроено на мою домашнюю точку доступа. Загорелся индикатор. Он, естественно, эту точку доступа сейчас не найдет. И надо будет его сбросить. Сейчас будет тест. Тест пошел в одну сторону. Покрутился, покрутился. Сейчас вверх вниз. Должен, по идее. Не хватит, ну ладно. Кстати, пишет, что соединен. Интересно, с кем. Нам нужно его сбросить. Нажимаем кнопочку reset. Я не знаю, когда делать. По аналогии с роутерами сейчас подержим некоторое время. Ну, предположим, что он сбросился. Надеюсь. Или нет. Ладно. Посмотрим инструкцию. Что-то я в инструкции ничего не нашел. Ладно, попробуем запустить приложение. Все делаю онлайн. Не очень хорошо подготовился. Запускаем приложение. Приложение. Ой, и здесь. Y и Home. Приложение. Запускаем приложение Y и Home. Так, это моя камера. Она, естественно, работать не будет. Потому что она оффлайн, но не подключена. Поэтому мы заходим добавить камеру. И выбираем камера. Ага. Написано. Если вы ничего не слышите, нажмите кнопочку reset несколько секунд. О! Reset is successful. О! ck Сейчас она тут. Ага. Зашу велелась. Waiting to connect. Написано I hit waiting to connect, типа я слышу waiting to connect, нажимаю. Дальше на автоматически выбирает ближайшую точку доступа. Вводим код в точку доступа. Нажимаем connect to wi-fi. Появляется QR-код, который камера должна увидеть и считать. Поэтому мы камеру разворачиваем. Нужно держать, пока он не законнектится. Нажимаем next. Развернем куда-нибудь. Сохранить. Тыкаем в камеру. Ждем соединения. Пожалуйста. Вот мы видим то, что видит камера. Теперь этой камерой мы можем управлять. Вверх-вниз. Введем сюда. Поближе сделаем. То есть я лево-вверх-вниз управляю. И лево-вправо. Мне так не очень наглядно. Я, наверное, еще сделаю в кадр телефон, чтобы он был виден. Вот телефон. Управляю камерой. Меняется картинка. Чуть меньше так доставать миссинграусу вверх-вниз. Попробуем ее. Даже у них какая-то полностью программное смещение. Вверх-вниз, что ли. Перезапоздание. Все. Максимальный уровень получается 90 градусов. На уровне стола. И почти вертикально ее. 90 градусов угол подъема. Влево-вправо. Сейчас попробуем. Все. Уперлась. Уперлась. Теперь назад. Да. 360 градусов практически. Но имеет точку. То есть, она не по кругу постоянно шевелится. А от какой-то мертвой точки. Сюда и сюда. Но почти 360 градусов. Вернем ее назад. Посмотрим на мои платы. Подниму наверх. Как? Тестовый. Кажется, у него есть задержка большая. Назад. 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 Еще надо. Еще надо. Понял. Включился ночной режим. О! Опять приключился цветной режим. Автоматически включается подсветка. Сама анализирует состояние света. И включает. Пробую на себя навести. Такая инертная штука. Не сразу она показывает картинку на телефоне. Назад. Ты на себя навел сейчас? О! Несколько секунд проходит. Ку-ку. Вот я сейчас покажу один палец. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть секунд задержки. С тех пор я на один палец надавил. Ну ладно. Так. Какие есть настройки? С этим все понятно. Настройки. Включение и выключение камеры. Понятно. Дальше. Название камеры. Можно потом переименовать. Настройки камеры. Status light. Я так понимаю это подсветка. Дальше. Вот здесь вот. И сиганетчик, который горит. Вот то, чтоб он не горел. Здесь кнопочка. Status light. Вот здесь синенький загорается. Дальше. Image rotation. Это если подъехать. Рикверт ногами вешать ее. Камера микрофон. Если нужен микрофон. Писать. Night vision ear. Понятно. Это нефаркасно подсветка. Включается при низкой освещенности. Временная зона. Call mode. Формуаре. Кстати, при первом включении он попросил у меня прошивки. И сам прошился. Очень быстро. Так. Дальше. Функция smart detection. Настройки. Motion detect. Это режим. Она будет писать видео. только в случае изменения каких-то параметров в картинке. Вот я планирую пока описать крыс через нее. Наверное возможно сегодня. Поэтому эта функция мне очень сильно будет удобно. То есть при смене кадра. Динамического автоматически включается запись. Эта функция с ней включена. Запись происходит только с приложения. Удаленно задав запись. Baby cry detection. Функции пробовать не буду. Можешь пробовать проимитировать плач ребенка. Но мне это пока не надо. Но включить можно. Так. Остальное наверное. Запись по расписанию. Мне это пока не надо. Я не собираюсь пользоваться. Планирую пользоваться постоянно. Есть защита через пин. Так. Так. Да. Active Detection Recording. Это как раз таки. Галочка. Будет записываться. Только видео. Если в кадре будет изменение. Так. Состояние микро-карты. И микро-сд-карты. У нас 128 гигабайт. Полностью все вложка видит. Проблем нет. Можно форматировать. В этом же месте. Вот. Состояние Wi-Fi сети. Конкретно состояние сети. Какая тут у нее. Что-то сканирует. Тестирует. Скорость интернета. Чего-то еще. Да. Айпичники выдал. Ладно. Это пока мне не надо. Так. Видео и фото. Тоже мне об этом не интересно. И основные управления еще. Включение-включение динамика. Включение-отключение микрофона. Делать фото. И кнопочка запись видео. То есть если это я нажимаю. Это примутительная запись. Картинки. А потом вложу вложение. Так. Остановим. Вот не то. Остановим. Закладки какие-то. Не знаю. И. 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 Записанное можно смотреть. В предыдущей закладке. Альбом. Видео. Вот. И записанное. Я вчера экспериментировал. Вот. То что я записал только что. Можете посмотреть. Может микрофон со звуком. Ну. Примерно. Примерно так все это выглядит. В общих чертах. Так что. Ох. Видно меня будет. Не видно. Ку-ку. Надеюсь кому-то это было интересно. Что-то он у себя увидел. Здесь. По настройке. Важного. И. Сделал для себя выбор. Покупать не покупать. Надо ли модель или не надо. Качество картинки. Какое. Посмотрите сами. Первоначально я оценил. Не. В HD точно. Картинка. HD. Вот. В итоге. В боевых условиях. Чуть позже. Посмотрим. Насколько. Адекватная картинка будет. Ладно. Что ж. Простенький тест. Был завершен. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok